Видео о том, как работая в найме, не имея никакого бизнеса, ни красного диплома, ни супер навыков, сделать так, чтобы ваша зарплата выросла в 2, в 3, в 5, в 10 раз в самой-самой ближайшей перспективе. Тем самым накопить на целый год хорошей безработной жизни или сделать так, чтобы уровень комфорта заметно поднялся. Здесь не будет никаких сомнительных авантюр, никаких инвестиций, никаких вложений в очередную крипту. В общем, никаких нелегальных схем и никакого легкого навара, потому что чудес не бывает. И если они случаются, то вряд ли с нами. Этот способ на 100%, ладно, на 99% рабочий, он работает в долгую перспективу, и он подходит любому взрослому относительно здоровому человеку. Если у вас тяжелая инвалидность, если вы бездомный, у вас нет документов, если вам меньше 10 или больше 60, мне искренне очень жаль, ваше время либо уже ушло, либо еще не наступило. Если у вас есть какие-то расстройства, СДВГ и все остальное прочее, об этом будет немного позже, вы точно сможете с этим справиться. Если нет, обращайтесь к врачу, здоровье точно на первом месте. Все остальные имеют одну и только одну настоящую причину, почему ваша зарплата остается одной и той же на протяжении последних 3-5-10 лет и вообще не меняется никак. Вы безвольный лентяй, который ждет, пока что-то само изменится. Вы не хотите включить голову и взять свою жизнь в свои собственные руки. Поговорим об этом, потому что я сам был таким несколько лет назад, и я прекрасно понимаю, о чем идет речь. У меня нет высшего образования, я из самой-самой обычной семьи, у меня не было никаких специальных стартовых условий, я из крошечного города, население 65 тысяч человек, там перспектив ноль просто. 8 тысяч рублей была моя первая зарплата, 12 тысяч рублей была моя вторая зарплата. Потом я начал включать голову, и за последние 6 лет я проехал 35 стран, в некоторых из них успел пожить, сейчас не работаю, но на последней работе я зарабатывал практически в 100 раз больше, чем на самый первый. Я думаю, вы точно можете взять и умножить 8 тысяч на 100. Я не выделываюсь, не понтуюсь перед вами, я просто показываю, что так может быть. Теперь снова к вам. Два самых популярных вопроса, которые я слышу от людей, которые работают в найме. Как можно заработать на целый год безработной жизни? Как можно накопить столько денег, работая на кого-то? И второй вопрос. Как, зарабатывая 50, начать зарабатывать 100? Или как, зарабатывая 100, начать зарабатывать 200? В целом это одно и то же, но нужно уточнить, что это невозможно сделать за 2 или за 3 месяца. За полгода, может быть, за год, очень даже и очень вероятно. Во-первых, нужно вспомнить, что мы живем в эру беспощадного капитализма. Никто о тебе не позаботится, кроме тебя самого. Это факт. Если ты хочешь жить лучше, чем 90% людей, тебе нужно быть лучше, чем 90% людей. Такова экономика. И она не изменится ни через год, ни через 10 лет. Возможно, никогда больше денег у тех, кто больше старается. А стараться готовы только процентов 10 из всей толпы. Что значит быть лучше, чем остальные, работая в найме? Первый вариант. Это когда вы умеете что-то, что умеет мало кто. Это какие-то очень редкие, но перспективные профессии. Или какие-то безумно опасные вещи, где нужно рисковать свою жизнью. Это мы рассматривать не будем. Второй вариант. Это делать свое дело лучше, чем это делают остальные. То есть быть в тех 10% специалистов, профессионалов, экспертов, а не просто быть в работниках всю свою жизнь. Выделяться на фоне остальных. Третий вариант. Сочетать и то, и другое. Но его мы не рассматриваем, потому что так умеют, ну, может быть, 1% из 100. Про варианты с бизнесом, типа создать что-то свое или сделать что-то полезное для всех людей вокруг, даже не рассматриваем, потому что здесь речь идет про найм, про обычную работу по найму. И вариант лупасить на трех работах мы тоже не рассматриваем, потому что это очень быстрый путь к тому, чтобы умереть. Все ваши возражения, которые уже возникают, рассмотрим к концу этого видео. А сейчас попробуем накидать примерный план действий, если вдруг он у вас в голове все еще не созрел. Начнем с бояр, с тех вот, кто прям уже сейчас зарабатывает примерно 200 тысяч рублей или выше, работа в целом этих людей устраивает, ну, и все у них вроде в порядке. Вам точно советы нужны? Сокращайте свои расходы примерно в пару раз, для вас это точно возможно, откладываете деньги целый год, и уже через год у вас есть деньги на другой, целый безработный год. Действительно очень просто, так очевидно. Но почему же никто из вас этого не делает? Очень просто, потому что как только повышается ваша зарплата, сразу повышаются все ваши хотелки. И вместо того, чтобы действительно дать себе время отдохнуть, почилить, заняться своими делами, вы выбираете новый айфон, новый макбук, новые кроссовки, машину, а если машина уже есть, нужно обновить эту машину, а если квартира уже есть, нужно обновить эту квартиру. Вся суть в том, что вы даже и не стремитесь отдохнуть от пашни, вы предпочитаете вкалывать 24 на 7, но при этом постоянно баловать себя какими-то хотелками, вы просто даже не пытаетесь настроить свою голову на то, что можно отдыхать и целый год не работать. С боярями все понятно, там действительно все легко и просто, очевидно, их можно было даже не обсуждать, тем более, что у них и так все в порядке. Но что касается специалистов средней руки, которые зарабатывают там около 100 тысяч рублей, вроде бы уже являются профессионалами, кто-то даже может являться экспертом в своей области, но доход никак не увеличивается, все остается на одном месте, и накопить на год безработной жизни тоже кажется очень тяжело. Хорошие новости, вариантов уже больше, чем два. Три варианта в одном. Во-первых, как и в случае с богатеями, откладывайте свою «хочу-хочу» в сторонку хотя бы на один год и начинаете жить наполовину того, что у вас есть, тем самым откладывая достаточно много денег, либо чтобы прожить весь следующий год безработно и подумать там о чем-то своем, в этот момент у вас могут родиться гениальные идеи, либо для того, чтобы потратить эти деньги на самообразование, на то, чтобы научиться, либо в своей сфере стать еще лучше, либо освоить какую-то дополнительную или совсем уже новую профессию. Если вы зарабатываете эти деньги каким-то конкретным навыком, то вы можете потратить накопление на то, чтобы получить менторство от какого-то крутого специалиста, который уже в 3, в 4, в 5 раз больше, чем вы зарабатывает. Он точно знает, как до этого добраться максимально коротко. Вы можете отдать ему часть этих денег и попросить его, чтобы он научил вас. Но если в вашей сфере вы уже достигли какого-то потолка и дальше просто нет никаких перспектив, некуда развиваться, не будет зарплата выше, потому что, ну не бывает у этой профессии зарплата выше, тогда я буду для вас просто капитаном очевидность. Вам нужно менять сферу. Как это сделать, перемотайте на 20 секунд обратно. Если вы не можете или не хотите менять работу, об этом немного позже. А теперь самое-самое интересное. Все, что касается маленьких или средних зарплат. 20, 30, 50, 70 тысяч рублей. Неважно, в каком городе вы живете, неважно, какое у вас образование, неважно, что вы уже умеете прямо сейчас. Для вас тоже есть хорошие новости. Но постараться нужно будет побольше, и времени уйдет побольше. Если вы работаете в любых госструктурах, врачом, учителем, еще кем угодно, и вы не имеете морального права менять свою работу, об этом совсем скоро. Если вы живете прямо от зарплаты до зарплаты, у вас нет никакой возможности что-то откладывать, у вас не остается вообще ничего, а долги, наоборот, накапливаются, вам нужно уйти с этой суперпростой, но, может быть, стабильной работы на ту работу, где точно так же не нужно чего-то особенного уметь или вообще ничего не нужно уметь, но при этом зарплата там будет заведомо выше. Таких работ достаточное количество, это могут быть курьеры, это могут быть таксисты, это могут быть курьеры-таксисты. В какой-нибудь Москве курьеры сейчас спокойно зарабатывают 100 тысяч рублей. Да, это сложная, это тяжелая работа, она стрёмная для кого-то, кто-то считает, что она вообще неприятная и неприемлемая, но я не предлагаю вам заниматься этим всю свою жизнь. Вы можете пойти на такую работу на полгода, на год, накопить достаточное количество денег, вложить их в свое собственное обучение и освоить крутую, интересную профессию, где вам надо будет просто сидеть в теплом офисе, нажимать на какие-то кнопочки и получать отличные деньги. И это все можно сделать меньше, чем за один год. И на это обучение не нужно копить очень долго, потому что есть огромное количество доступного, но супер качественного обучения. У нас обучение стоит 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей для того, чтобы стать программистом и сидеть в теплом офисе. И кроме нас есть огромное количество других людей, других сфер, других преподавателей, других платформ, которые также предлагают очень-очень качественное обучение за совершенно небольшие деньги. И таких на самом деле немало, просто нужно как следует поискать и не прыгать на самое первое предложение. Но что если вы в очень маленьком городе и там курьером не платят, как в Москве по целой сотке, а таксистом, если работать, то вообще ничего не заработаешь, переезжайте в город побольше. Не навсегда, не на все время. Переезжайте туда, чтобы заработать эти самые деньги. Можете переехать туда на 2-3 месяца и заработать там за 3 месяца больше, чем вы за год зарабатываете в своей деревне. И после этого вернуться в свою прекрасную любимую деревню и в интернете, онлайн, получать образование, обучаться крутым новым вещам. Вернуться на свою нелюбимую работу, но уже имея какой-то запас средств для того, чтобы обучаться каким-то конкретным специальностям, чтобы становиться профессионалом хотя бы в чем-то. У нас на обучении был человек, который работал дворником. Он работал дворником, не видел никаких перспектив. Каким-то чудом у него был поддержанный советский или отечественный автомобиль, который он решился в какой-то момент продать, чтобы вложить часть этих денег в обучение, а на другую часть жить, пока он будет учиться. И знаете, что случилось? Меньше чем через год этот человек пошел на зарплату близкую к 100 тысячам рублей. Его жизнь изменилась просто кардинальным образом за один год. И если у вас, ну прям, ну никак не получается уехать в другой город, чтобы заработать деньги, вам может быть нечего продать для того, чтобы вложить деньги в свое обучение. Никто вам деньги не занимает, рассрочку вам одобрить не могут. Все варианты, все пути для вас закрыты. Что тогда? Тогда вы открываете интернет, а это вы умеете делать, и вместо того, чтобы смотреть там всякие хи-хи, ха-ха, которые просто так забивают голову каким-то бесполезным белым шумом, вы начинаете заниматься самообразованием. Да, это самый сложный путь, самый тяжелейший маршрут. Вы будете делать кучу ошибок, но при этом будет происходить прогресс. И пока он происходит, вы не перестаете продолжать искать возможности для того, чтобы попасть в какое-то качественное обучение. Стоит отдельно сказать, что полное самообразование, когда вообще никто за тобой не следит, у тебя нет плана, никто тебя не поддерживает, это очень сложный маршрут. Он может растянуться на непонятное количество времени и прибегать к нему следует, только если вообще никаких других вариантов нет. В 20 лет вообще ничего не умея, ничего не понимая в этом мире. Я взял и переехал в Санкт-Петербург, у меня было 5000 рублей в кармане, и, к счастью, у меня было где пожить 1-2 месяца. Я уже на следующий день пошел, устроился на первую работу, на которую меня взяли, начал продавать мобильные телефоны в салоне сотовой связи. У меня это очень плохо получалось, я зарабатывал какие-то гроши, мне пришлось взять кредитную карту для того, чтобы было на что вообще покушать. И я работал так примерно год, и это была просто отвратительная схема, после чего я устроился в какой-то офис на самую-самую обычную операторскую должность, где вообще ничего не нужно было уметь. И там у меня появилась возможность время от времени заниматься самообразованием и начать хотя бы что-то по чуть-чуть откладывать. Я не помню точно, но кажется, я отложил 15 или 20 тысяч рублей, я очень долго их откладывал, и потом я решил вложить их в обучение, то есть в свое собственное будущее, а не просто в какие-то кроссовки. Меньше чем через год такого самообразования я уже чему-то научился и пошел работать в первую веб-студию за гроши, за копейки, точно так же. Проработал там полгода и пошел в другую, на зарплату чуть-чуть повыше, тоже на копейки. Проработал там полгода и потом пошел в компанию очень и очень серьезного уровня, где моя зарплата стала уже выше средней, а через два года все стало настолько весело. Всего через два года после принятия этого решения моя зарплата изменилась с 20 тысяч до 110 тысяч. Это в пять раз... Это больше, чем в пять раз больше за два года. Если вы не будете включать свою голову, если вы не соберете себя в кучу, ничего для вас никогда не изменится. Вы будете страдать, ныть и жаловаться, что виноват кто-то другой. Самое интересное закончилось, теперь самое главное. Это ваше возражение. Ваше «да, но». Представим, что вы работаете на скорой помощи. У меня есть такие друзья-товарищи. Представим, что вы работаете еще в какой-то любой другой госструктуре. Вы учитель, вы пожарный. Вы кто-то, кто не имеет морального права менять свою работу, потому что вы решили, что ваша миссия это спасать жизни других людей. Это учить других людей уму-разуму. Это учить маленьких детей чему-то очень полезному. И это просто великолепно. Это невероятно круто. Вы самые важные люди, которые вообще существуют на этой земле во всем мире. То, что вы делаете, невозможно переоценить. Без вас я бы умер просто за неделю. Я бы умер от голода, от холода, от какого-нибудь гриппа. Вы бесконечно важные люди. Серьезно. Только давайте будем честными. Если это ваш сознательный выбор, то не надо жаловаться ни на низкую зарплату, ни на отсутствие перспектив, потому что вы сами это выбрали, и вы сами выбираете это каждый день. Честно, искренне, низкий поклон всем врачам, учителям и остальным людям, без которых мы не могли бы существовать. Вы делаете свой выбор не в пользу денег. Вы герои. Вы не выбираете деньги. Поэтому денег не будет. Другой пример. Тем, кто ухаживает за больными родственниками, мамочкам, которые остались наедине с двумя маленькими детьми и вынуждены работать 24 на 7, вам может показаться, что лучше я буду заниматься вот этой вот своей какой-то работой. Да, она ужасная, да, она низкооплачиваемая, но зато это стабильно, и это лучше, чем ввязываться в какие-то новые приключения. Но это чушь. Просто потому, что каждый год, каждый год я наблюдаю мамочек с двумя детьми, у которых ни на что нет времени, которые приходят к нам, обучаются, и всего лишь через год их жизнь меняется просто невероятным образом. Для них это, возможно, самый тяжелый год за всю их жизнь, но это только год. Зато потом и следующий год, и следующие 10 лет будут намного прекраснее и намного проще и для них, и для их ближайших родственников. Еще вариант с тем, когда у вас СДВГ, расстройство внимания, рассеянность, депрессия, в общем, все эти современные модные болезни, которыми сейчас каждый из нас болеет, это тоже решается намного проще, чем кажется, вы просто берете и перестаете пользоваться интернетом на один месяц. На один месяц, не на неделю, а прям вот на месяц. Дожидаетесь ближайшего отпуска, желательно, чтобы он был на месяц, но можно и на 2-3 недели. Уезжаете куда-нибудь на природу и там суп варите на костре без интернета. И так 2 недели. Все проходит, в голове наступает полный порядок. Можно возвращаться в город и колбасить просто со всех ног. Но, если это не помогает, такой вот простейший способ, хотя никто из вас даже пробовать не станет, но если вы попробовали и правда не помогло, тогда вам точно к врачу, к профессионалу, к специалисту, ложитесь в больничку, лечите свою головушку и если выздоровеете и все получится, возвращайтесь обратно для того, чтобы колбасить. Еще раз, последний раз, итог всего этого видео, если вы правда хотите накопить на год безработной жизни или существенно поднять свою зарплату. Вся суть и весь смысл для всех, за исключением вот такого маленького процента людей, у которых, ну действительно особенный случай, вся суть только в том, что либо вы делаете какой-то моральный выбор по совести и решаете, что независимо от денег вы будете служить людям, отлично, это ваш осознанный выбор, оставайтесь с ним, либо вы остаетесь безвольным лентяем, который не может собрать себя в кучу и продолжаете работать всю свою жизнь, до самой пенсии, за какие-то гроши, вкалывать 24 на 7 и потом еще на пенсии подрабатывать, потому что пенсия у вас будет ничтожно-крошечная или вы берете себя в руки, собираете себя в кучу и начинаете заниматься собой и меняете свою жизнь очень и очень здорово за самое короткое время. И уже всего через год-два вы будете записывать такое же видео совсем с другого берега. Все свои оправдания пишите в комментариях, там же можете пожаловаться на то, насколько мир несправедлив, почему все вокруг виноваты, но вы особенный и все остальные истории, которые вам хочется рассказать себе и другим, тоже прям туда же я отвечу абсолютно каждому, кто задастся хоть каким-то вопросом. Успехов вам!